Всем привет! Ведность ТВ вещает. И сегодня я хочу рассказать о нашей новости, о нашем новом питомце. Буквально позавчера ночью в наш приют попал вот такой необычный питомец. Мы еще, правда, не знаем, девочка это или мальчик. У нее сейчас вода разлилась, он тут немножко в таких условиях, потому что и в туалет сходил. Пока он у нас под наблюдением, никто его руками не трогает, контакта с ним нет. И вот пока мы смотрим, чтобы он не оказался больным или еще что-то в этом роде. Ну, зверек прекрасно себя чувствует, в принципе, неплохо кушает, ходит в туалет и так далее. Вот, он два дня находился у нас вот в этой клетке, двое суток, пока ему готовили вольер. Сейчас мы ему отделили отдельное место, сделали будочку. Я надеюсь, ему здесь понравится. Вот. К нам его привезла пара молодых людей, которые обнаружили этого... Или мальчику, или девочку, не знаю, в ТРЦ Галактика. Вот. Они... Это было дело ночью. Ребята позвонили в сам центр. Там тоже есть контактный зоопарк. Вот. Выяснили, мало ли, может быть, с контактного зоопарка было дело, убежал. Вот. Но, оказывается, там все на месте. Ну, бедолага не знал, куда деться. Прятался под машиной и... Как его сказать? Не находил себе места. Ну, сейчас он у нас под наблюдением будет находиться несколько дней. Если все с ним будет хорошо, выяснится, приспособлен ли он жить в природе в дальнейшем. Или это ручной енот, когда вот он пройдет период, мало ли там бешенства или еще что-нибудь. А вот. Если он сможет сам жить в природе, то его просто выпустим малыша, да и все, чтобы он жил вольно, нашел себе пару и дальше продолжал род енотовидной собаки. Сейчас я зайду в наш новый вольер для него и попробую открыть клетку. Вот. Мне нужно его выпустить, чтобы он уже мог находиться в нормальных условиях. Малыш, я тебя отпускаю сейчас, и ты немножко бежишь. Открываем раз, открываем два. Вуаля! Как говорят французы, вуаля! Вуаля! Эй, вперед, малыш! Ты можешь бежать. Не бойся, все. Давай-давай-давай-давай-давай. Не бойся. Он почему-то не хочет бежать. Прыгидывай скорее. Вот так, молодец, хорошо все. Так, я пока спрячусь от него наверх. Эй, привет! Девочка или мальчик долго вылазила с клетки. Нам все-таки пришлось его перевернуть и вытряхнуть оттуда. Сейчас еще съемки перервались, потому что нам пришлось все-таки доделывать вольер. Мы не ожидали, что он такой шустрый. Он, во-первых, по этой сетке лазит, как кошка, и кошки отдыхают. Вот здесь оказалось, что отверстие, мы рассчитывали, что он не может добраться. Оказывается, посмотрели, вот по этой решетке он может пробраться и нырнуть. Пришлось там где-то 8 сантиметров расстояние было. Он мог заплаженно пронарунуть по этому углу, подняться и свалить. Вот здесь, оказывается, в углу у нас оказалась расщелина такая. Ну, то есть, пришлось ее палкой закрывать. Просверлили дырку и закрыли доской. Вот. Это из-за того, что собаки могут туда сунуть лапу, а этот мальчик или девочка может укусить. Вот. И он, кстати, немножко кусается. Ты кусаешься? От тебя. Вот какой. Кроха-енот. Кроха-енот. И он резко бросается, может немножко куснуть. Ну, все, зайка. Ну, теперь ему неинтересный листок. Вот. Я хочу сказать, что с него сейчас сняли несколько клещей. Я думаю, еноты пероплазмозом не болеют. Вот. Если он покажет, что он себя прекрасно чувствует, мы ему поставим прививку и, скорее всего, просто выпустим его на волю. Но нужно посмотреть, что он действительно может охотиться и сам добывать себе пищу. Неизвестно, он дикий попал в руки человека, или это домашний зверек, который когда-то был изъят из природы и теперь уже не может самостоятельно, допустим, не имеет навыков копать норы, добывать себе пищу и тому подобное. Вот этот вопрос нужно выяснить. Если он самостоятельно может жить в природе, охотиться, грубо говоря, добивать себе пищу, то его просто нужно выпустить и все. Свобода – это крутая штука. Но пока он сейчас будет находиться под наблюдением. Мы выясним, не болен ли он. Он как минимум должен сидеть у нас дней 15. Потом поставим ему прививочку и выпустим. На всякий пожарный. Ну, сегодня также мы после стерилизации отпустили нашу дикую кошку. Она крысоловка еще там. Мы ее несколько лет не могли изловить. То есть она вообще в руки не давалась. Но сейчас вы можете наблюдать, как она, в принципе, после того, как отсидела полторы недели на карантине, то есть после стерилизации ее простерилили, она вполне близко себя подпускает. Я даже сейчас попробую протянуть руку и погладить. Нет, убежала. Ну, Сашину камеру она терпела, меня нет. Вот. И кошка очень интересно реагировала на енота. Просто мы в этот момент не снимали, были заняты подделками недоделок. Вот. Она подошла к еноту и шипела на него. То есть она его восприняла за большую шушуру. Сегодня у нас вот такая вот конструкция завершена, сделана, чтобы он не пробрался нигде, не вылез, потому что, еще раз повторюсь, очень хорошо лазит. Вот такое временное пристанище пришлось сегодня соорудить, чтобы принять вот такого вот жителя приюта. Вот. Я надеюсь, у него будет все хорошо и в ближайшее время будете наблюдать, как он будет выпущен на природу. Лапки хорошие, хорошие. Молодец. И тебе погладить охота, но я боюсь, что ты тяпнешь, а ты тяпнешь сто процентов. Ну, покажи нам, какие зубы у енота. Молодец. Все, ладно. А ушки погладить? Ушки погладить. Хороший енот. Молодец. Ушки. Вот. Умница. Енот умница. Волчонок пришел, и он заинтересовался запахом енота. Рочный. 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 Вот на данный момент вы сейчас можете наблюдать полностью картину всех псовых. Ну, я не знаю, только лис нам не хватает. То есть енотовидная собака, собаки и волки. То есть отряд псовых сложился в кучу. И такое в жизни бывает. А почему нет? Сейчас Михаил нанесет ему еду, и мы подождем, посмотрим, будет он есть или нет. То есть... Во! Тикай, тикай, тикай оттуда. Кстати, кушает он очень много. На самом деле. Ну, наконец-то мы наблюдаем его в полный рост. Посмотри, как задние лапы выворачивают. Какая походка. Прям выворачиваются назад лапки. Такой активный парнишка или девочка. Ну, я думаю, он постепенно даже к нам привыкнет. За это время, пока ему придется тут провести. Потому что он более активно начинает себя вести. Может, они ночные, ребята? Более ночной образ жизни. Ну, очень интересно. Он больше на лисичку похож, типа чернобурку. Как бы посмотреть, мальчик это или девочка. Ну, теперь будем наблюдать за ним и определять, может ли он жить в природе или чья-то была домашняя игрушка, которая сбежала, по всей видимости. Потому что оказаться в торговом центре, скажем так, просто так, еноту, я думаю, достаточно сложно. О! Парень освоился вообще. И вполне... То есть, с ним еще договориться можно, смотри. Он ее лакает так же, как и собака. То есть, не хватает кусками, а так слизывает. Ему надо пожиженное на кашку делать. Очень интересные звуки. Он выдает такое впечатление, что он как бы изнутри себя вытирает, что ли, после приема каши. Сейчас я хочу сказать всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Этим вы нам очень сильно поможете. Нам нужно собрать 30 тысяч подписчиков, тогда нам смогут на нашем канале подключить спонсорскую кнопку. Для нас это немаловажная деталь в нашей работе. Почему? Потому что практически приют существует все время только на пожертвование добрых людей. Поэтому помогайте, как можете. Ваши комментарии, лайки. Это все для нас тоже большая помощь. Кстати, людям, которые ставят дизлайки, тоже спасибо. Раз вы их ставите, значит, вы нас смотрите. Это тоже неплохо, как бы сказать. Но их мало. Всем пока.